Вы смотрите новости на СТМЕГИ ТВ. 15 ноября в Московской хоральной синагоге состоится презентация нового еврейско-русского словаря, выпущенного в свет издательским домом СТМЕГИ. Автор-составитель словаря – учитель из Красной Слободы Мардахай Нафталиев. Известный исследователь языка джиури. Он посвятил работе над словарем более 16 лет. Новый словарь адресован прежде всего носителям языка джиури, а также широкому кругу читателей, включая лингвистов разных специальностей, историков, этнографов, преподавателей и студентов вузов. Презентация словаря приурочена к финалу творческого конкурса на премию Сергея Вайнштейна. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяго заявил, что планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что в ходе телефонной беседы Трамп выразил глубокое дружественное отношение к Израилю. По словам Нетаньяго, в ходе встречи лидеры двух стран обсудят важные вопросы, касающиеся отношений между двумя странами. Ранее сообщалось, что Трамп пригласил премьера Израиля встретиться в США. Федерация еврейских общин России и общественный центр Геула приглашают вместе отметить хануку на льду. Мероприятие пройдет 26 декабря в спорткомплексе «Крылатская». В программе волшебное ледовое шоу, подарки для маленьких гостей, лотерея с ценными призами, веселые аниматоры и праздничный фуршет. Археологи из Дании нашли самую древнюю карту мира. Ее оказался камень возрастом 5000 лет. По мнению ученых, на нем изображены поля и дороги. Камень длиной всего 5 сантиметров, датированный 2700-2900 годами до новой эры. Археологи из Дании обнаружили среди артефактов на острове Борнхольм, расположенном на юго-западе Балтийского моря. Там же были найдены ритуальные камни с изображением солнца. Накануне праздника Ханука 21 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоится 15-я церемония вручения премии Федерации еврейских общин России «Скрипач на крыше». Награду вручают людям, которые своей деятельностью внесли весомый вклад в развитие культурной и общественной жизни страны. Так, в прошлом году лауреатами в номинации «Благотворительность» стали известные горско-еврейские меценаты Гот Ниссанов и Зарах Ильиев. Еврейские предприниматели и филантропы были награждены за поддержку еврейских образовательных проектов в Москве. Субтитры создавал DimaTorzok